Привет, бои и скауты из солнечного Лос-Анджелеса с конференции Electronic Arts. Ну, совсем чуточку я не в Лос-Анджелесе, но с вами Кьюбайт, и сегодня мы обсудим конференцию Electronic Arts, которая прошла вчера, началась она в 10 часов вечера, шла она, по-моему, в полтора часа, то есть там дальше уже были различные интервью, но и то последние полчаса это был геймплей, мультиплеер Star Wars Battlefront 2. Мы тоже это обсудим, но чуть попозже. Начнем мы, пожалуй, наверное, со спортивных игр, которые лично мне менее интересны, потому что я в них очень редко играю. Ну, допустим, последнее, что я играл, это, по-моему, было NBA 2K17, извини, пожалуйста, это мой супер будильник. Так вот, это было NBA и FIFA. Спортивные игры я не очень люблю, поэтому играю в них редко. Но, к счастью, в этом году у EA было очень мало спортивных игр, точнее, нет, их показали, но их показали довольно быстро, и потом показывали уже другие игры. Вообще, конференция EA славится тем, что они очень официальные всегда там, много про бизнес, много про продажи и всякое такое, про характеристики, про то, как они любят создавать игры, и мало про сами игры, то есть сами игры всегда мало показывают, поэтому эту конференцию я особо не ждал, и не ждал, что она будет какой-то классной. Но она оказалась вполне себе смотрибельной и интересной. Она мне напомнила конференцию Ubisoft, у них там было все весело, такие всякие интересные люди. Ютуберов приглашали... не меня. Показали сюжетную часть Madden 18, и саму Madden 18 вообще показали в основном именно карьерные режимы спортивных игр, то есть было очень мало акцента на то, что там какие новые всякие геймплейные штуки, новые особенности. Этого было мало, была вот только карьера. В основном это и FIFA, это и NBA, это и Madden тоже. Наверное, это привлекает новых игроков, например, таких как я. То есть, если я не особо люблю спортивные игры, может быть, мне понравится история, может быть, я хочу создать себя и пройти всю эту карьеру самостоятельно. Может быть, это на это и настроено, возможно, так оно и есть. Показали NBA Live 18, где будет очень много уличных турниров, где можно будет покупать себе новые кроссовки, новые футболочки, где можно будет делать... ну, показали некоторые новые трюки на геймпаде. Но в баскетболе я не особо разбираюсь, как и Том Холланд, поэтому мало что об этом могу сказать. Далее показали напоследок именно из спортивных игр. Это FIFA 18, я думаю, вот здесь это многим будет интересно. Показали Роналду, с ним ролики показали, опять же, карьерный режим, о чем я и говорил. То есть, очень много карьерного режима как раз-таки было. Но люди, которые уже поиграли на E3 в FIFA 18, говорят, что, в принципе, игра не сильно отличается, как это обычно и бывает, от прошлой версии FIFA 17. То есть, в принципе, геймплей примерно остался тем же. Конечно же, появились косметические различные улучшения, то есть, игра стала выглядеть гораздо лучше, чем раньше. И на самом деле, по роликам это видно, то есть, игра стала... Ну, она все реалистичнее и реалистичнее. Скоро можно будет не играть в футбол, а приходить домой и играть на... Хотя уже так многие делают. Теперь, пожалуй, мы отойдем от спортивных игр и перейдем уже к чему-то более интересному, а точнее, к изюминке этой конференции. Лично для меня, да и многим это понравилось, многих это удивило, это игра A Way Out. Это кооперативный экшен, в который вам нужно будет обязательно играть вдвоем. Желательно, как говорит создатель игры, желательно сидеть в одной комнате, и чтобы вы могли переговариваться, чтобы вы могли общаться и кооперироваться. Но можно играть и по интернету, то есть, вы можете сидеть у себя дома, ваш друг у себя дома и проходить игру вместе. Она будет работать на сплит-скрине, то есть, одна часть... Ну, одна часть экрана это ваша, одна часть экрана это друга. И вы должны будете друг другу помогать и работать сообща, чтобы выбраться из тюрьмы и различные еще сложности, которые будут связаны с этим же. То есть изначально вы должны будете сбежать из тюрьмы, потом, наверное, будут какие-то последствия. Игра выглядит интересно, на мой взгляд, потому что я люблю, допустим, сериал «Побег», в котором играл Вентворд Миллер, он же появлялся в сериале «Флэш». Ну и не только он, и Мик Рори. Я также люблю фильмы «Побег из Шоушенка», «Побег из Алькатраса» с Клинтом Иствудом. И мне нравятся эти фильмы, потому что ты там составляешь план, потом ты действуешь по нему, там всегда очень много саспенса, то есть ты такой «Вау, меня сейчас заметят!» Я надеюсь, что в игре будет то же самое. И в целом игра выглядит очень интересно, по идее она должна выйти, по-моему, в начале 2018 года на PS4, на Xbox One, на ПК тоже. Это, кстати, игра создателей Brothers A Tale of Two Sons, которая была тоже завязана именно на геймплее двух игроков, то есть вы должны были тоже сообща играть, и, по-моему, там можно было даже на одном геймпаде играть, то есть я в неё тоже играл, довольно классная игра, советую попробовать. И в целом эта игра действительно удивила, и это что-то новенькое. Конечно же показали новый Need for Speed, который носит название Payback, и название говорит само за себя. Это будет некая смесь Форсажа и Need for Speed, что уже видно по всем геймплеям, по всем трейлерам, то есть, ну, у многих это параллель, потому что, ну, действительно, очень похоже на это, особенно на седьмую, кажется, часть Форсажа, или на шестую, по-моему, на шестую, где они были в Рио-де-Жанейро. Но лично я могу новый НФС сравнить The Crew, которая вышла в 2015, кажется, году, и с Burnout Paradise, которая вышла в 2008 году. То есть в геймплейном ролике нового Need for Speed, там было очень много моментов, похожих именно на Burnout Paradise, все эти разбивания, врезания в столбы, столкновения с друг другом там, то есть если ты совсем чуть-чуть докасаешься до автомобиля, он сразу улетает, вот это примерно то же самое, что было и в Burnout Paradise, и что будет в новом Need for Speed. То есть поиграйте в Burnout, он действительно очень крутой, ну, правда, игра старенькая, но она здоровская. И, конечно же, The Crew, то есть это открытый мир, это огромный автопарк, это кастомизация, кастомизации в этой части, видимо, будет очень много. В целом, огромный автопарк, это, конечно же, всегда хорошо, и тюнинг я тоже люблю, но вот открытый мир, это, наверное, сомнительно. Но если будут крутые автопогони, автоугоны, ограбления, в любом случае, пока новый Need for Speed смотрится офигенно сочно, картинка шикарная, ну, именно графически игра смотрится действительно идеально. Мне понравилось, как это все выглядит, то есть все эти даже заскриптованные кат-сцены, где автомобили вылетают, смотрятся действительно очень красиво, но остается ждать только уже каких-нибудь бет, где можно будет самому попробовать. Показали дополнение для Battlefield 1, оно называется Во имя Цезаря, и как же я удивился, когда во время конференции EA, которую я смотрел, разумеется, на английском, то есть оно все идет на английском, из Лос-Анджелеса, и когда я услышал там русскую речь, я такой, так, что происходит, почему здесь русские слова? И оказывается, трейлер этого дополнения Battlefield 1, он был со стихами Анны Ахматовой, то есть они были поверх, и для всего мира показывали на русском языке, и это офигеть как круто. Само это дополнение выйдет осенью, в сентябре будет ранний доступ, плюс до этого в игре появятся еще две новые карты, само дополнение будет состоять из шести карт новых, плюс еще, конечно же, оружие, женский батальон смерти, вообще очень много нового контента именно для Battlefield 1, и разработчики говорят, что это самое крупное обновление, по-моему, даже в истории Battlefield. Серьезно, всем советую посмотреть рекламный ролик этого дополнения, потому что Анна Ахматова, это, ну блин, у меня даже сейчас мурашки, там действительно все выглядит очень атмосферно, и ты смотришь, что это круто. Таким образом, мы уже плавно перешли к Star Wars Battlefront 2, который уже назвали перезапуском Battlefront, который вышел в 2005 году, кажется, тоже вторая часть была, вот, и, ну, все-таки, эта игра действительно очень похожа на Battlefield 1 геймплейно, все-таки разрабатывает одна студия, геймплей очень похож, но он совершенно другой, ну, может быть, не совершенно, но он другой, и смотрится действительно интересно. Я скажу, что Battlefront 1 мне понравился, я в него даже играл, вторая часть мне безумно нравится, мне нравится Dartmo, мне нравится, что, кстати, убрали сезон пассы, это что, это очень, это нечто, EA, компания EA убрала сезон пассы, то есть, теперь вам не нужно будет покупать что-то, чтобы получить новые дополнения, но в игре будут донаты, то есть, смотрите, вы покупаете Star Wars Battlefront 2, на диске, например, или в PSN, или где-нибудь еще в Ориджине, вы покупаете, и все будет пополняться совершенно бесплатно, то есть, всякие новые костюмы, все это вы можете заработать в игре за батлпоинты, допустим, если вы играете хорошо, убиваете много врагов, захватываете точки, то вам начисляются батлпоинты, за которые вы покупаете одежду, оружие, различные скины, ну и прочее, плюс эти батлпоинты, конечно же, можно купить за реальные деньги, то есть, это донат, он, разумеется, будет, вместо сезон пасса, но все обновления для игры будут совершенно бесплатными, то есть, новые карты, новые персонажи, все это будет бесплатно, плюс, когда выйдет новый эпизод Звездных Войн, то есть, фильм, это последний джедай, карты из этого эпизода, или даже планета, они сказали, или планета, или карта добавятся в игру бесплатно совершенно, то есть, вы просто покупаете игру, играете хорошо, и у вас все есть, ну, конечно же, вы можете донатить, это приносит разработчикам хорошие деньги. Могу сказать, что мультиплеер Battlefront 2 действительно выглядит зрелищно, и мне хочется уже в это попробовать поиграть, и забавно, что на прошлой E3 EA показали, по-моему, около 5 секунд новой игры по Star Wars, тем более, они же купили специальный контракт на 10 лет игр по Star Wars, просто, то есть, они их могут выпускать-выпускать, пока, правда, не особо получается, хотя прошло уже около 3 лет. Вот, они показали новую игру от Visceral Games, которую еще разрабатывали Uncharted, но, почему-то на этой E3 они ничего не показали по этой игре, но, вроде, в Твиттере уже успокоили и сказали, что, может быть, в следующем году, или во время года будут показывать новый материал, то есть, игра находится в разработке, и она будет прекрасной, ну, они так всегда заявляют. Плюс, Electronic Arts показали на своей конференции EA Play новую игру от Be Aware, называется она Enhem, и подробнее ее покажут уже сегодня в 12 часов, то есть, на конференции Microsoft, так что, наверное, пока ее разбирать смысла нет, нам показали только такой катсценный ролик, просто CGI, то есть, там, в принципе, разобрать нечего, геймплей разобрать я не могу, никаких впечатлений сказать не могу, могу сказать, что жду новой информации, и обязательно в группу буду постить своевременно, то есть, я буквально, там, в течение минуты, как только что-то выходит, я сразу в группу постю, так что, если вы не подписаны на мою группу ВКонтакте, то обязательно подписывайтесь, там можете следить за E3 и за всякими новинками, и знать это первее, чем подписчики канала. В принципе, это все, что показала Electronic Arts, в 12 часов у нас конференция Microsoft, потом в 7 утра у нас конференция Bethesda, и в 8 утра у нас конференция Devolver, это то, что касается вот с 11, ну, даже уже 12 июня, то есть, ночью все это будет идти еще до утра, я буду не спать, буду все это постить в группу, так что, буду рад, если вы этот ролик тоже поддержите. Ну, и, конечно же, я жду конференцию Sony, которая должна быть очень вкусненькой, потому что там покажут нового паука. И вроде как ходят слухи, что покажут новую игру по Бэтмену, но я в этом сильно сомневаюсь, ну, если покажут, я буду рад, если нет, то, в принципе, окей, потому что это только слухи. Поддерживайте ролик, если вам было интересно, если вы узнали что-то новое, может быть, мне стоит делать такие ролики почаще, оставляйте свои комментарии, что вы думаете по поводу новостей, что вы думаете по поводу Battlefront 2, Battlefront 2, и подписывайтесь на канал, чтобы новые ролики не пропустить. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok